Всем доброе утро! Сегодня я проснулась раньше обычного на 2 часа. С каждым днём всё раньше и раньше. Пытаюсь менять свой режим. Погрузила сейчас видео со вчерашнего дня. Результаты свои. Было 5 дней. Сегодня шестой день. Значит, те все дни было у меня минус 200, минус 300 грамм. Каждый день было минус-минус. Сегодня же утром я проснулась, встала. А у меня плюс 400 по сравнению со вчерашним утренним взвешиванием. Надо будет подумать о причине этого. Значит так, сегодня у меня, как всегда, водичка с лимончиком. На перекус клубничка. Черешенка ещё осталась. Ну, что я буду дальше завтракать, обедать, ещё не знаю. Сейчас пока выпью водичку. Хочу рассказать о своём грешке, что я вчера сотворила. Возможно, это и есть причина, результат моего плюс 400. Я вчера поздно вечером съела такую одну печенюшечку с такой красивой коробочки, где много печенюшечку. Ела без остановки черешную. И такую пиалочку я съела полную, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чечевички. Она вроде бы небольшая, но так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и я её съела. Это всё после моей прогулки вечерней. Это всё было около 12 ночи. Да, плюс ещё я ела борщ с мясом. Наверное, это тоже добавляет калорий. Хотя, по сравнению с печеньем, наверное, оно не так уж вредно, супчик с мясом. А вот печенье-то было лишнее. И вообще, всё, что на вечер, это всё было лишнее. Да, вчера я выпила три кружки воды. Это уже прогресс. Хотя, когда-то я пила уже таким количеством. В последнее время я просто забросила. Так, а пока я выпью водичку, буду пить, иду вам, расскажу ещё одну тему. Тема, возможно, будет немножко необыкновенной. В том плане, что она имеет к похудению. Я буду говорить о полотенцах и о мочалках. Сейчас лето, жарко, мы каждый день принимаем душ, а то, может быть, и по несколько раз в день. Так вот, чтобы мы не просто залезли и вылезли, зашли-вышли. Это моя кошечка умостилась тут, Роксик. Чтобы это было с пользой. Что может дать нам мочалка, что может дать нам полотенце, казалось бы. Это банные полотенчики. Во время мытья мы пользуемся мочалками. Мочалочка должна быть не как одуванчик, такой лёгенькой, который она сгладит. Она должна быть немножечко шероховатой, чуть-чуть жестковатой. Но всё должно быть в меру. Например, я мою с такой мочалочкой. Не знаю, как это правильно назвать. Ну вот оно такое. Оно, во-первых, что делает? Оно хорошо массажирует. Массажирует она у меня с двумя штучками себе спиночку тру нормально. Растирает нам, смывает всё полностью с нас. Шелушение, которое у нас на коже, оно всё хорошо отшелушивает. Это раз. Во-вторых, это массаж. Незаменимый массаж. Бесплатный массаж, который помогает циркуляции крови. Оно вроде бы такое незначительное, но всё-таки считаю, что оно значительное. И вот есть такие мочалочки, но это используемо, это мои сейчас, семья пользуется. Двусторонние. Одна сторона получается мягенькая, а другая жесткая, жестче. Но эти мочалочки, они неудобны тем, что невозможно себе спинку потреть, как говорится. Лучше брать всё-таки мочалочки, такие, чтобы они были с двух сторон. Кто любит более жестче, у кого кожа не такая нежная, то можно, конечно, и пожёстче мочалочку. Вот я себе такую купила, но я не могу только поглаживать. Спинку я себе не могу помыть. Она очень такая нежненькая, хотя и выглядит грубо. Так, это мочалочки. Подумайте о мочалочках. Второе, полотенце. Полотенце, полотенечко, которые мы вытираемся после принятия душа, большие банны, должны быть тоже жестковатые. Они не должны быть нежные, кожа на дотек, на прикосновение. Они должны быть жестковатые, потому что, когда мы вытираемся, мы тоже делаем вроде бы массаж. Причём мы полотенце можем взять массаж полностью на всё тело, начиная от шеи, спина, руки, ноги, ну и всё-всё. Поэтому обратите внимание. Так, Роксик. Кстати, эту тему подкинула мне вчера Светлана, потому что она хотела какой-то щёткой. Где-то она что-то слышала про щётку для кожи, чтобы делать якобы массаж. Ну, щётка... Есть щёточки, есть щёточки, но она взяла прям одёжную хотела, и хотела одёжной щёточкой себя массажировать. Нет, то не те щёточки. Так, друзья, я выпила воду, мне позвонили, и срочно мне надо было убегать, поэтому я была без завтрака. Сейчас без 20 час, 13 часов в день. И вот это у меня будет не до обед, и вроде бы уже и не завтрак. Поэтому я не понимаю, что это будет. Я решила борщом всё-таки себя. Посмотрю, что к вечеру, как оно будет. Будет ещё два приёма пищи или один приём, не знаю. Пока что так. К сожалению, такие непредвиденные ситуации. Плюс кто когда работает. Не всегда есть возможность и время, чтобы так всё настроить, подстроить, чтобы оно всё было по часикам, регулярно, стабильно. Есть такие вот шаги влево, шаги вправо, которые надо потом корректировать. Итак, уже половина седьмого вечера, в 18.30 я сажусь, наверное, ужинать. У меня на ужин куриные такие кусочки, они на косточках. Четыре кусочка помидора, огурчик и бульон. Бульон от этой курочки, что варилось мяско. А перед этим я умудрилась съесть два панкейка. Дотя нажарила, я не смогла удержаться. Но впереди ещё сейчас прогулка, так что сожгу ещё. Итак, результат. 12,3 километра и 810 калорий. Ещё раз. Вот такой результат сегодня. Надеюсь. Спасибо.